Обзац Обзац О книгах и писателях Всем привет, я Алия Булдаков И сегодня я расскажу вам о том, как автор Крёстного Отца Связан с Суперменом и братьями Карамазовыми Марио Пьюза Замечательный писатель, сценарист и знаток итало-американской преступности Рассказываем то, что вы вполне могли не знать о нём и его творчестве Марио Пьюза родился 15 октября 1920 года в Нью-Йорке В районе, который местные называли «Адская кухня» Вплоть до 70-х его населяла ирландская беднота И он считался криминогенным Когда мальчику было 12, его отец-железнодорожник Угодил в психиатрическую клинику с диагнозом шизофрения Так большая итальянская семья осталась без кормильцев Мама будущего писателя вынуждена была в одиночку поднимать семерых детей Что, конечно, благополучия в мир юного Марио не добавило Зато закалило его характер и подарило массу воспоминаний Позднее использованных им в собственной опрозе Подобно своему герою Майклу Корлеоне Пьюза успел поучаствовать во Второй мировой Он отправился добровольцем, воевал в Германии А после демобилизации закончил городской колледж Нью-Йорка Это было относительно недорогое высшее учебное заведение Вскоре Пьюза женился на встречной им в Европе девушке-немке Эрике В этом браке у него родилось пятеро детей Первый рассказ Пьюза под названием «Последнее Рождество» Был опубликован в журнале в 1950 году Дебютный роман писателя «Темная арена» вышел через пять лет И был автобиографическим Он рассказывает о судьбе ветерана Второй мировой Который вернулся в Америку с девушкой, встреченной им в Германии Где ключевой валютой на тот момент являются не марки или доллары, а сигареты Роман получил сдержанные похвалы критиков и не пользовался особым успехом Однако талант прозаика заметен уже там Пьюза на заре карьеры работал редактором в палп-издательствах Которые выпускали не особо качественную, однако хорошо продающуюся билетристику Он написал тысячи публикаций, где высказывал свое мнение о политике, книгах других авторов, новых кинофильмах Пьюза не боялся говорить открыто и никогда не прогибался под излюбленные всеми стереотипы Надо отдать ему должное, даже добившись коммерческого успеха, писатель был сдержан в оценках художественных качеств собственной прозы Мне стыдно говорить об этом, но «Крестного отца» я написал исключительно из того, что сумел найти в другой литературе Я никогда в жизни не встречал настоящего честного гангстера Разумеется, Пьюза скромничает Готовясь к работе над текстом, он изучил тонны криминальной хроники, исследований и специальной литературы, посвященной американскому криминалитету середины века Наверняка помогло ему и знакомство с дном Нью-Йорка и собственного детства При этом свой труд сам Пьюза считал лишь литературной поденщиной, написанной исключительно ради денег Роман стал бестселлером, продавший стиражом в 9 миллионов копий за первые два года И дождался гениальной экранизации Копполы Кстати, сценарий к фильму писатель создал сам Не всем поклонникам киношедевра «Крестный отец» известно, что на кандидатуре Марлона Брандо на роль Дона Корлеоне настоял сам Марио Пьюза Писатель пригрозил отобрать права на экранизацию и победил, отстояв Брандо, с которым потом дружил до конца жизни Также не все знают, что прототипом Вита Корлеоне была женщина Страстное желание любой ценой прокормить и защитить семью, а также сохранить ее сплоченность Все эти черты литературный персонаж унаследовал прямиком от матери писателя Марии Литературоведы обратили внимание на еще одно курьезное обстоятельство Дело в том, что семья Корлеоне точно копирует структуру семьи Карамазовых из знаменитого романа Достоевского Судите сами, в обоих текстах присутствуют властный отец и четыре брата Импульсивный старший, склонный к философствованиям, мягкий брат и приемный пасынок, внебрачный сын, который в семье находится на правах служащего В 1978 году писатель опубликовал детективную драму «Дураки умирают» о мире азартных игр и невидимой стороне киноиндустрии Действие романа происходит в Голливуде и Лас-Вегасе, о которых писатель знает не понаслышке Сам Марио Пьюза считал своим лучшим романом именно это произведение, но книга поблекла перед славой, доставшейся крестному отцу Еще один факт В качестве сценариста Пьюза также создавал сценарий к знаменитому фильму «Супермен» 1978 года и его продолжению 1980-го И, кстати, у Пьюза есть два Оскара Обе статуэтки он получил как сценарист в 1972 и 1974 годах В 1991-м Марио чуть не скончался от инфаркта, который перенес в Лас-Вегасе Однако после операции на сердце он выжил и вернулся к работе Через 8 лет Марио Пьюза скончался от сердечной недостаточности у себя дома в Лонг-Калензе Жена нашла Марио в любимом кресле, где он работал над последним романом Этот роман назывался «Семья» Речь в нем идет о семействе Родриго Борджа, также известного как папа Александр VI Снова властный головорез во главе клана и не уступающие ему дети Жестокие Хуаны Чезари, коварная отравительница Лукреция и младшие Джофры На этом все. Читайте хорошие книги Книги — это двери Что выводят тебя из четырех стен С ними ты проживаешь другие жизни А свою умножаешь в тысячу раз 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 Тысячу раз